Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и сегодня мы с вами будем тестировать бальзамчик от Estelle. Как вы помните, совсем недавно мы переехали, ненадолго переехали из кухни красоты в салон красоты и меня там окрасили, окрасили в пепельный цвет. Единственное, что я оставлю ссылку на это видео в инфобоксе, проходите, посмотрите, что у меня было на самом деле, потому что всегда, когда я крашусь, конечно, мне проще всего красить вот вверх, да, а внизу и там вот корни уже отросли, был вообще просто трэш и ужас. И то, что мне сделали с первого раза, это просто спасли мои волосы. Но его нужно продолжать насыщать пигментом и более того, я еще раз пойду в салон и под волосами, то есть внизу, да, у нас здесь было очень такое, то есть у нас здесь, вот уже у меня подсмылось чуть-чуть, здесь нужно еще поднабрать немножечко волос, не знаю, осветлить, тонировать, вот мастер будет делать уже. И также собираюсь на уход на ботокс волос. Сейчас к тому же мастеру пойду, вот, и мы доведем уже до конечного результата. Конечно, с тем итогом, который был у меня за один раз, очень сложно все это исправить. Поэтому мы будем подручными средствами все это исправлять и насыщать. Также мастер мне посоветовала использовать Estelle Balsam. Не просто бальзам, который, знаете, вот там синий и все. И мы моем шампунь, бальзам. Это понятное дело, это для поддержания нужно, но более эффективное, она сказала еще, есть такие у Estelle тонирующие маски для волос. Они продаются по пол-литра, по-моему, вот в таких тубах. У них их можно купить, они стоят в районе 800 рублей, плюс-минус. А в магазине, где я обычно покупаю краску, там не продаются большие, большие нельзя покупать. Но зато у них продаются маленькие, которыми мы можем воспользоваться и попробовать. Маски эти под номерами, например, 10-6 и 8-61. 10-6 это более такой синий, по-моему, цвет. А 8-61 фиолетовый. Я решила взять два, чтобы смешать. Фиолетовый он будет больше пепла давать, а синий убирать желтизну. Мне сказали, что их можно смешать. И, в общем-то, получится тоже красивый цвет. Взяла два, думала, надо взять больше. Мне сказали даже вообще, смешайте сначала половину на половину. То есть одного, возможно, даже хватит на все мои волосы. Поэтому я использую половину от этого, половину от этого. Держать их нужно 15-20 минут. Распределять обязательно нужно равномерно. То есть сейчас я пойду в душ, помою голову, выжму как следует. И на мокрые волосы постараюсь равномерно нанести наш бальзамчик. И также протяну расчесочкой. Говорят, это очень удобно, потому что бальзам очень хорошо питает, насыщает волосы. И также пигмент ему дарит. Очень красивый. И потом мы 15 минут подержим и посмотрим, в общем, что получилось. То есть мне продавец сказал вообще, то есть моя мастер этого не говорила, но продавец мне сказала, что даже если, допустим, я буду осветлять свои корни, я могу их не тонировать, а использовать вот этот бальзам. Поэтому сейчас вместе с вами мы его протестируем. Возможно, при этом свете вы не увидите результата, да. Вот будем вот здесь вот. Вот здесь судить будем результат. Мы еще здесь потом протонируем, но для начала мы попробуем бальзамчик. Как он возьмет вот эти наши волосы. Останется ли вот такой желтый отлить, да. Давайте вот по нему равняем. Вот, кстати, здесь так видно. При дневном свете особо вот этого нет. Ну что, сейчас покажу сзади. Ну что, идемте в душ тестировать маску Эстель. После того, как мы два раза помыли наши волосы шампунью, теперь я беру наши бальзамчики и смешиваю прямо в руках. Привет. Можно их смешивать на глаз, как мне сказали. И вот такой вот. Примерно 50 на 50. Ну, на мои волосы нужно все использовать, мне кажется. Очень хорошо, кстати, расчесываются. Засекаем 20 минут. Я даже еще чуть-чуть добавлю. На расчесанную уже сверху. Так как я сейчас набираю себе загар, для меня кофейный скраб вообще самое классное. Ну, еще так засунула голову, чтобы держалась голова. Волосы держались. Они такие сейчас под бальзамом, такие прям бальзамические. В общем, поскрабилась как следует. Кстати, сразу после душа я использую вот такой офигенский крем для тела, который мне подружка подарила из Израиля. У него невероятный запах. Вот я говорила уже, что отличаются все-таки запахи наши от заграничных. Я прям чувствую, когда это сделано не у нас. И он сделан на масле вот как-то, да. Что буквально вот так я наношу, распределяю и все. То есть я вся в масле. Оно прям скользит. Если тело влажное, то оно прям скользит. Итак, первыми впечатлениями я могу уже поделиться. Волосы под водой после бальзама стали невероятными какими-то. Они уплотнились. Это первое-первыхое слово, которое пришло мне. Они уплотнились реально. Единственное, что я же маску никогда не наносила на корни. Может быть, поэтому какие-то новые ощущения. Но в любом случае волосы просто шелковистенькие. Вообще очень-очень приятные. Под водой. И прям вообще прям смывались. Прям скользили. Как будто они за слизью теперь. Вот. Очень приятно на самом деле. Единственный момент сейчас. Так как маска обычно наносится у нас на вторую часть волос. На корни не наносится ни маска, ни бальзам. Здесь момент. Почему не наносится? Потому что волосы быстро жирнеют. Мне интересно вот этот момент узнать. Не то, что даже быстро жирнеют. А они прям, можно сказать, сразу после сушки. Уже буквально видно, что они быстро пожирнее. Потому что они становятся очень насыщенные вот этим вот увлажнительным, масочным. А сами корни по себе это еще жирные, когда вот у нас грязнится голова. Поэтому сейчас мы послушаем и посмотрим, что у нас получилось. Хотя видно уже, да, что, ну, не затонировал, конечно, он. Все равно желтый остался. Все-таки без тонировочной краски мы не выведем все это дело. Но если уж выбирать маску или там бальзам, например, то это очень круто. Очень. Волосы действительно очень классные. Но все равно, все равно я не изменяю своему уходу. И обязательно для еще более лучшего расчесывания и увлажнения волос, да, вот такой вот я покупаю. И обязательно на кончике масла. Без этого ухода ни туда, ни сюда. Я вот, ну, не изменяю. Я уже несколько лет подряд. Ни одно мытье головы моё не прошло без этого ухода. Поэтому это обезаловка. Тоже чуть подсушенные волосы, как вы понимаете, да? Обычно вот даже одной капельки хватает мне, чтобы сильно жили мне. С самым ослабленным кончиком. И продолжаем сушить. Итак, мы посушили наши волосы. Волосы, сразу могу сказать, бесподобные. Они реально стали какие-то прям живые. Но что с цветом? Что нам затонировало или нет? Посмотрим. Знаете, я вот не пойму, девчонки, может быть, вы как-то скажете, но мне кажется, что немного желтый ушел. Но, естественно, он ушел не вот в этот цвет, вот в такой, да? А просто, как, знаете, убрал желтизну просто. Чуть-чуть. Понятно, что с первого раза, хотя я надеялась, что с первого раза, прям как тонировочной краской, да, все уберет. Но мне кажется, реально он чуть светлее стал. Я вот даже сделала, вот я как показывала волосы, вот без фильтров, без ничего я сделаю фото. До и после. И мы проверим. Потому что мне кажется, что реально что-то чуть-чуть ушло. И еще я вижу, что у меня смылся цвет. То есть вот здесь пигмента очень много моего, вот этого серебристого, да, красивого. А наверху видно такой тепленький, да? Смылся быстро. Потому что здесь он уже такой насыщенный. Сколько раз мы красили, да? А здесь только впервые нормально покрасили после осветления. Поэтому я думаю, что вот надо будет еще попросить нашего мастера покрасить нашей любимой краской 1066 досюда. А потом остальное промульгировать в ванне. Так, сзади давайте посмотрим. Все, я постаралась так же сесть, так же все показать. Самое интересное, потому что вот так вот, такой прям сильно конкретно явной разницы, мне кажется, нету. Но что-то, что-то, мне кажется, все-таки приубралось. Поэтому это только в сравнении. И мы с вами, когда я уже буду монтировать видео, увидим все это. Ну, конечно, у меня пигмента на концах. Смотрите, вообще. Вообще, ну я даю. Это, конечно, мне кажется, был жуткий. Ладно, все. Перед отъездом еще иду к мастеру. И мы доделываем вот этот низ. Все будет прекрасно. Масочку я эту все-таки, наверное, себе возьму. Бальзамчик, потому что мне понравились волосики от него. Вообще реально крутые, классные, мягкие. Засверкали прям танцы. Ну, еще маслица, конечно же, да? Очень блестят. Вообще крутые. Вот, так что все. Рада была с вами поэкспериментировать. В первый раз снимала в ванне. Надеюсь, вам понравился такой формат. В общем, я с вами тогда прощаюсь до следующего видео. Еще много всяких бьюти штучек. Я готовлюсь ко встрече с моей любовью. Поэтому будем на связи и увидимся в следующем видео. Да, кстати, в инстаграме все намного оперативнее и быстрее. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм. Ждите прямых эфиров. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. И бывает я вечерами вообще с огромным-огромным удовольствием провожу с девочками время. Реально сидим на кухне или лежим на кровати и просто болтаем на разные темы, насущные вообще. Я обожаю прямые эфиры, обожаю проводить с девчонками время. А точнее с вами. Поэтому, кто еще не подписан, подписывайтесь. И увидимся в прямом эфире. Все, а так я прощаюсь с вами до следующего видео. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok